Всем привет! Я хочу закончить тему с зубами, которую подняла несколько дней назад. Мне очень приятно видеть ваши сообщения с подтверждениями, что на Medical Medium состояние здоровья зубов улучшается. Хотя, как показало голосование в Stories, которое я проводила несколько дней назад, все-таки у большей части людей проблемы с зубами есть. И уже давно. И я тоже отношусь к числу таких людей. Мои зубы разрушились еще в школьные годы, то есть уже более 25 лет назад. Состояние зубов зависит от большого количества факторов. И я сейчас постараюсь быстренько вам о них рассказать. Кто-то знаком с этой информацией, для кого-то это будет новая информация. Но хочу еще раз повторить. Из-за питания в стиле Medical Medium зубы не разрушаются. Наоборот, на питании с исцеляющими принципами Medical Medium происходит постепенное восстановление зубов, как и всех других систем организма. Конечно, при условии, что вы предпринимаете правильные для себя действия, адекватно учитываете свое состояние и методично применяете рекомендации на практике. Проблемы с зубами – это всегда давние проблемы со здоровьем. То есть корни проблем с зубами уходят в ваше прошлое. Зубы портятся, когда мы уже находимся в определенных дефицитах долгое время. Когда мы уже имеем определенную вирусную и токсическую нагрузку. И это тянется длительное время. То есть речь идет как минимум о пяти годах. Но в большинстве случаев это большие сроки. Это 10 лет, это 20 лет, 30 лет. Есть люди, которые с самого рождения находятся в дефицитах. С самого рождения имеют высокую вирусную токсическую нагрузку и живут в этом всю свою жизнь. Если у вас питание несбалансировано, то, естественно, состояние может усугубляться. Несбалансированное питание с дефицитом минеральных солей – это важный элемент в вопросе здоровья зубов. И повышенный уровень токсичных кислот в кишечнике в долгосрочной перспективе неминуемо ведут к ослаблению зубов и костей. Я сейчас разберу, почему это происходит. Это удел всех, независимо от типа питания. То есть независимо вы питаетесь животными продуктами или на растительном питании. И в том и в другом случае при дефиците минеральных солей и повышенном уровне токсичных кислот в кишечнике зубы неизбежно будут ослабевать. То есть состояние зубов будет ухудшаться. Потому что наш организм постоянно расходует щелочные минералы для нейтрализации кислотности, излишней кислотности в организме. И кальций это как раз один из ключевых щелочных минералов, которые требуются нашему организму для нейтрализации излишней кислотности. Кальций нужен зубам и костям. Но если в организме много токсичных кислот, в кишечнике много токсичных кислот, то кальций будет очень быстро расходоваться. Если в вашем организме высокая вирусная нагрузка, кальций тоже будет очень быстро расходоваться. Вообще здоровье зубов и здоровье кишечника очень сильно связано. Поэтому если вы знаете, что у вас есть проблемы в кишечнике, то это уже подсказка, что зубы тоже могут пострадать. И опять же напомню, проблемы с зубами не сразу отображаются. То есть если вы знаете и проблемы с кишечником вам понятны, что они у вас есть, то проблемы с зубами могут возникнуть позже. Ну и наоборот, если проблемы с зубами есть, то скорее всего у вас есть и проблемы с кишечником. Те или иные, опять же, проявления могут быть разными. Почему в кишечнике образуются токсичные кислоты? Давайте подытожим вот этот момент. Что вообще ведет к закислению кишечника и в целом нашего организма, системы организма? Что в итоге ведет к ослаблению и разрушению зубов? Это токсичные тяжелые металлы, которые могут накапливаться в любых системах организма. В печени, в мозге и в самом кишечнике, и в костях, и в других системах. Все токсичные тяжелые металлы окисляют наши системы. То есть ведут к излишнему закислению. И для того, чтобы нейтрализовать эту излишнюю кислотность, организм вынужден расходовать щелочные минералы. Другого пути нет. Это естественная реакция, буферизация токсичных кислот. Она происходит только за счет щелочных минералов. Если в ваших системах, пищеварительных, например, щелочных минералов не хватает, то организм будет вытягивать эти щелочные минералы из зубов и костей. Любые химикаты тоже закисляют наши системы. То есть любые продукты химической промышленности. Эдухи, одеколоны, ароматизированные свечи, освежители воздуха, косметика, какие-то лосьоны с ароматами, пестициды, фунгициды, гербициды. То есть вот эти все названия, все эти химикаты, все, что вы можете себе представить как продукт промышленности, химической промышленности, будет нас закислять. Нефть и химикаты, растворители, краска, лаки, пластик, да, это все будет нас закислять. И даже если вы сейчас максимально ограничиваете себя от этого, скорее всего в прошлом вы больше сталкивались с этими факторами, и это уже оставило свой отпечаток. Ну и в любом случае мы живем в очень токсичном мире. Как бы мы ни хотели, невозможно скрыться от всех токсинов, поэтому мы все равно продолжаем контактировать с этой токсичностью, и это оказывает постоянную нагрузку на наши системы, и нашему организму постоянно требуются щелочные минералы для нейтрализации этой излишней кислотности. Радиация – это еще один фактор, закисляющий фактор, который ведет к ослаблению и разрушению зубов, и в том числе костей. Я писала на днях о радиации, и сегодня или завтра планирую еще повторить посты о воздействии радиации. Это тоже очень серьезно, и для этого даже не обязательно куда-то летать или делать рентгены. Мы все равно сталкиваемся с радиацией, даже если просто живем, просто выходим на улицу. Она все равно присутствует в атмосфере. Естественно, дополнительные процедуры могут дополнительно усиливать влияние радиации. То есть если вы часто летаете, если вы регулярно делаете медицинские обследования, например, рентгены, КТ, МРТ и так далее, это все в какой-то степени влияет. Естественно, это все накапливается в организме, и это будет тем самым закисляющим фактором, который постепенно тоже усугубляет состояние зубов. Вирусные побочные продукты. Чем больше вирусов в вашем организме, чем активнее эти вирусы, тем больше побочного продукта они выделяют, и это закисляет все наши системы. Адреналин даже сам по себе. Это стрессовый гормон, это самая токсичная субстанция, это самая агрессивная кислота на планете. Она сама по себе может разрушать зубы и кости. Агрессивный адреналин высвобождается в стрессовые моменты, когда мы испытываем стресс, острый или хронический, когда мы долго не едим, когда мы употребляем кофеин, пьем кофе, латте, капучино, какао, черный-зеленый чай, едим шоколад. То есть очень много разных кофейно содержащих продуктов, напитков. Это все стимулирует выбросы адреналина, и это означает, что наши системы будут постоянно закисляться. И опять-таки напомню, это означает, что ваш организм постоянно нуждается в щелочных минералах, которые будут нейтрализовать последствия этой кислотности. Высокожировое, высокобелковое питание, даже само по себе, закисляет наш организм. Фармпрепараты, пищевая химия, глутамат натрия, ароматизаторы, красители, консерванты, загустители – это все закисляет наши системы. Просто вспомните, сколько всего вы этого ели в жизни. Я очень много. Алкоголь, кофеин я уже назвала, уксус, ферментированные продукты – все это делает свой вклад в закисление ваших систем. И поэтому, если все эти факторы влияли на вас, пусть даже несколько из этих факторов были в вашей жизни, какое-то время, может быть, даже недолго, несколько лет, этого достаточно, чтобы уже наложить отпечаток на то, в каком состоянии будут ваши зубы. Возможно, не сразу, а позже. И еще есть один фактор – это аммиачный газ. Он образуется в организме, когда в кишечнике накапливается недопереваренная пища. В основном это тяжелые жиры и белки. И присутствуют патогенные микроорганизмы. Животный белок даже сам по себе провоцирует и поддерживает процессы гниения в организме. Яйца и молочные продукты подпитывают патогенов, которые образуют аммиачный газ. Этот газ может проникать через органы, то есть он курсирует по всему организму и может разрушать зубы, пока мы спим. То есть внутренняя иммунная система в ротовой полости ослабевает, и это ведет к дополнительной нагрузке на зубы, и они могут впоследствии быстрее разрушаться. Почему же некоторые все-таки отмечают улучшение состояния зубов на медикамидеуме, а некоторые люди сталкиваются с ухудшениями состояния зубов? Первое. Важна адекватная оценка своей вирусной токсической нагрузки. Очень многие люди, к сожалению, не осознают, в каком состоянии находится их организм, и как давно это происходит, как давно вы находитесь в дефицитах, в каком состоянии ваша печень, кишечник. Ведь многие процессы развиваются годами, вирусы уже находятся на своей траектории движения, они уже работают с целью повреждать ваши системы. Тяжелые металлы уже укоренились в тканях печени, мозга, кишечника, и они никуда не денутся, если их не выводить, и они будут нон-стоп закислять ваши системы, если ничего не предпринимать. Они будут только накапливаться. Когда тяжелые металлы в процессе окисляются, они травмируют еще больше вокруг себя, повреждают больше тканей, и, естественно, процессы закисления происходят еще быстрее. Поэтому очень важно адекватно оценить свое состояние. Вот сколько факторов из этого списка вам знакомо, как долго они были актуальными для вас. Например, я до 33 лет питалась традиционно с большим количеством животных продуктов, и рыба, и мясо, и яйца, и молоко, и сливочное масло, и ряженка, вот все-все-все, все, что можно себе представить. И пищевая химия, алкоголь, кофеин, шоколад, уксус, много промышленных сладостей, конфет, мороженого, много жиров и растительных, и животных, мало увлажняющих жидкостей, мало зелени, недостаточно фруктов, овощей. Примерно так же питались и мои родители. Так что можно сказать, что в дефицитах я была с самого рождения. Ведь что будет заложено в ребёнка, если сами родители перегружены всеми этими токсичными веществами, сами испытывают дефициты необходимых питательных веществ? Откуда у ребёнка возьмутся все необходимые строительные материалы и полезные вещества, в которых нуждается его организм? Просто подумайте об этом. Ещё я заметила одну закономерность, я бы даже сказала, одну из распространённых ошибок, которые часто допускают люди при попытках перехода на исцеляющее питание в стиле медикал-медиум. И это тоже может усугубить состояние, повысить чувствительность, вести к появлению определённых пятен, коричневых, иногда даже чёрных и так далее. То есть людям кажется, что происходит ухудшение с зубами. И они делают выводы, что это спровоцировано переменами в питании. Эти ухудшения наблюдаются особенно часто, когда изначально проблемы с зубами уже были. И вот здесь я хочу, чтобы вы опять-таки учли всё то, что я вам только что рассказала и представили. Если токсическая нагрузка в организме высокая, а переход на исцеляющее питание происходит быстро, стремительно, так действуют очень многие, потому что когда читаешь всю информацию, медикал-медиум, и понимаешь её, открываешься ей, хочешь как можно быстрее вывести из себя всю эту токсичность, уничтожить все вирусы и скорее восстановиться. Так вот, очень многие действуют слишком стремительно, возможно, не совсем оптимально. И, конечно же, может наблюдаться ухудшение самочувствия, в том числе в вопросе состояния зубов. За те 5,5 лет, которые я веду обучающие практические программы по особенностям применения методики медикал-медиум, я уже убедилась, что каждый понимает медикал-медиум по-своему и применяет эти рекомендации тоже по-своему. Кто-то выборочно, считая, что это вполне нормально взять из медикал-медиума только то, что ему нравится. При этом какие-то другие важные моменты просто проигнорируя. Кто-то вносит слишком много изменений за короткий срок, кто-то, наоборот, не делает того, что критически важно именно в его ситуации и так далее. И в итоге, почему происходит ухудшение состояния зубов на фоне применения метикал-медиума? Когда токсическая нагрузка высокая, то есть все те закисляющие факторы, о которых я только что рассказала, вам знакомые не понаслышке, были в вашей жизни длительное время, и при этом высвобождение токсинов происходит резко, то есть токсинов, которые организм надежно хранил в себе десятилетиями, а тут они все резко устремились на выход, может произойти временное повышение концентрации этой токсичности, токсичных кислот. То есть у вас изначально высокая токсическая загрузка, вот эти токсичные кислоты и так преобладают, при этом вы делаете слишком много, то есть стимулируете резкое интенсивное очищение организма, то есть выведение этих токсичных кислот. И, к сожалению, организм не всегда может быстро справиться с этим дисбалансом. Когда высвобождение токсинов происходит резко, когда при этом системы выведения токсинов перегружены, то есть печень перегружена, кишечник перегружен, почки перегружены, могут произойти некие дискомфортные ухудшения, так скажем, потому что токсины могут присутствовать больше во всех системах, и в том числе в ротовой полости. Особенно интенсивно это может происходить ночью, пока вы спите. Если вы с утра чувствуете излишнее образование налета, неприятный запах, может быть, опять-таки, такой кислотный привкус, это все может говорить о том, что вот этих токсичных кислот в организме много, и когда они присутствуют еще и в ротовой полости, то агрессивное воздействие на зубы, естественно, происходит больше. И если ваши зубы уже ослаблены, там уже нехватка всех этих щелочных минералов, то, естественно, это может усугубить состояние, и потребуется время для того, чтобы все-таки планомерно, методично вывести свой организм в баланс и повернуть свой Титаник, если представить свой организм с огромным судном Титаник, постепенно повернуть его в нужном направлении, потому что это не происходит очень быстро. Резкие изменения мало кому достались комфортно и без негативных последствий. При этом многие не употребляют достаточное количество зелени, и это, конечно же, может усугублять все процессы, потому что именно зелень помогает нейтрализовать последствия закисления, вот этого, да, присутствия токсичных кислот. Именно она помогает восстанавливать все необходимые минералы, из-за потери которых, собственно, и разрушаются зубы. И очень важно подбирать комфортную для себя скорость очищения с учетом своего стартового состояния, стартового уровня, того, как работает печень, кишечник, почки. Именно у вас, насколько высока вирусная токсическая нагрузка именно у вас, вот эти факторы важно учитывать. Как именно это делать, как подбирать оптимальную для себя скорость очищения, как вообще выстраивать протокол с учетом своих особенностей и приоритетов, я обучаю на своем курсе «Эксперт своего здоровья». Это самый большой, самый основательный, то есть, можно сказать, фундаментальный курс, который я веду. Он охватывает абсолютно все вопросы применения medical medium для восстановления своего здоровья. На этом курсе я последовательно разбираю все необходимые вопросы по оптимальному снижению вирусной, токсической нагрузки, с акцентом на глубокий анализ своего состояния и раскрываю важные практические нюансы, которые помогут вам быстрее восстановить свое здоровье. Ближайший поток этого курса стартует в конце ноября. Я думаю, что уже на следующей неделе я выставлю анкету предзаписи для тех, кто ждет начала курса и хотел бы воспользоваться самым лучшим предложением на его покупку. Если у вас есть вопросы по курсу, вы их сможете задать мне в комментариях или лично в Инстаграм, или здесь в Телеграм. И еще раз хочу сказать о том, что на medical medium при правильном методичном применении инструментов medical medium состояние зубов будет лучше. Если ваши зубы уже сильно пострадали, уже разрушены, у вас нет живых зубов, много коронок, вы все равно с помощью medical medium инструментов можете поддерживать здоровье в ротовой полости, потому что есть еще состояние десен, есть еще инфекции в ротовой полости, которые могут приносить очень много неудобств. Та же вирусная нагрузка, она может проявляться необъяснимыми болями, то есть кажется, что у тебя болит зуб, хотя там нечему болеть, и врачи не знают, что с этим делать. А с этим опять-таки можно работать. Важно проанализировать свое состояние, свою симптоматику, знать, с помощью каких инструментов можно работать с теми или иными симптомами, и просто методично это все применять. Все, на этом я заканчиваю свой подкаст. Я рада, что я вынесла эту тему в отдельное аудиосообщение, оно получилось достаточно большим. Спасибо всем тем, кто дослушал этот подкаст до конца. Желаю вам хорошего, приятного дня. Задавайте вопросы в комментариях по теме подкаста или по курсу, если они у вас есть. И до встречи!